друзья сегодня у меня в рубрике женский взгляд на хоккей человек который много хотели взять интервью но я все-таки взял это алиса знаров привет я безумно на тебе видеть потому что последний раз когда мы с тобой общались разговаривали тебе было наверное лет 7 до этого не помню первый мой такой вопрос тяжело ли быть продолжим тяжело ли быть дочкой известного тренера это да а вот подруга хоккеиста не особо дочка хоккеиста сложнее потому что вы коспенной дочки тренера особенности потому что на него ответственность за всю команду за весь результат если игрок он не отвечает за весь результат то тренер он это делает и у него конечно его потом по частям собирать нужно его семье после проигрыша и так далее и это тяжело именно морально но такова жизни мы к этому все привыкли мы как-то согласны с этим а как на себе это сказывается со стороны общественности ну со стороны общественности может быть я уже на самом деле привыкла к этому всему там если есть какие-то негативные комментарии и так далее то я просто не читаю ничего я не читаю комментарии я не смотрю ничего мне не интересно а у нас как бы мне тяжело именно если какой-то проигрыш именно видеть состояние папы потому что это действительно такая вот как мини трагедия происходит но в то же время есть победы и которые покрывают все такие победы как на олимпиаде когда это просто что-то нереальное произошло и просто мне даже до дрожи в сердце я еще тогда после была в америке после операции на зубах у меня вот такая такое лицо папа мне звонит со льда я не ездил туда нет я не ездила и я смотрела по ночам игры у нас ездила только мама все остальные смотрели и этого это не что-то невероятное то есть я сейчас вспоминаю немножко потряхивает от этого всего ты сказала что ты не читаешь комментарии я посмотрел стараюсь ну хорошо я в комментарии в инстаграме почитаю первые там которые попали пока я еще только поставила фотографии тогда я могу а потом уже нет но и у меня на инстаграме на самом деле очень позитивные подписчики поэтому я и вот у тебя инстаграм не закрыт нет нет мне он был какое-то время закрыта я его открыла и все и как бы и теперь у меня очень как-то позитивно все слава богу и я там читаю на комментарии и стараюсь как-то вести обратную связь со своими подписчиками чтобы им было более интересно отвечаешь стараюсь у тебя очень стильные фотографии они как-то специально обработаны и instagram такой в тему каждая фотография в тему у меня как бы раньше модельном бизнесе было мне это интересно мне интересно все было так эстетично красиво стильно и я конечно использую на всех свои фотографии одинаковый фильтр и в итоге да у меня так как-то вот выглядит как стильненько но еще как бы есть над чем поработать и иногда как бы мой фотограф артемий откровенно лажает фотограф артемий если вы хотите фотографии такие красивые как у алисы звоните фотографу артемий модельное агентство я пошла вообще чтобы мне мама хотела чтобы не осанка исправилась это не помогло только из-за да на них мы не знали что такого что модельный бизнес как бы ну то есть модели есть же ну как бы ну кто об этом знает особенно у нас такого а сейчас такое распространено все модели вокруг а тогда никто этого не знала и мы пошли в модельное агентство вернее пришли в мою школу и меня позвали модельное агентство как бы хочешь иди давай и я занималась полтора года в модельном агентстве и в 14 лет первый раз поехала в милан в то время ты жила в риге и в риге да да и родители отпустили но я я хороший ребенок была поэтому они знали что мне можно доверять что у меня голова на плечах и спокойно все прошло но действительно голова была на плечах милан себе голову не сшит нет 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 я как-то не знаю не вы наверно так воспитали что я очень спокойный человек и спина была голова и я была уже начитан и эрудирована не так конечно там для 14 лет это все равно ребенок но он у меня нет я не не во-первых родители меня катали по всему миру я все видела я видела много стран я видела много людей и у меня не было какого-то шока то есть у многих девочек просто голову сшибать потому что у божия в милане это самый лучший город в мире для меня это было у божия в милане но рим лучше миланские шмотки тогда на них не было денег сейчас я вам расскажу о том как меня родители стимулировали болеть за папу это был мой первый чемпионат мира я даже не помню где это было но получилось так что вам не сказал выиграем игру получишь маскота пингвинчика но так как папа забил победный гол мне купили самого большого пингвина и поэтому я требую чтобы каждый родитель покупал своему ребенку этого маскота чтобы все дети болели за сборную россии после модельного бизнеса ты пробовала себя на телевидении да на матч-тв что это было это было весело на самом деле мне предложили и я согласилась почему нет как бы я вот модельном уже давным-давно как бы нужно какие-то перемены делать я согласилась ребята очень долго думали о концепции вообще и в итоге этот концепт придумали за ночь того как я начал снимать то есть как бы это было вот ну просто вот какие-то первые вообще мне дали камеру ну ладно буду себе снимать что говорить я не знаю как это но в итоге получилось прикольно сегодня 4 мая мы идем на пресс-конференцию никто не знает состав тогда но как бы я смотрела какие-то отрывки но полностью не смотрела маму не играл прикольно как бы вот это здорово и папа горел то что мне не стыдно я на это немножко по-другому там смотрел до с точки там за монтажа сам как тоже ада и под самым куда я была подача потому что дел почему ты не хочешь вернуться честно возможности нет то есть получилось так что я сделала как вот эту программу и уже вот мы это делали в мае а в сентябре я уже в чикаго и как вот это оттуда уже никак так увидимся все на хоккей давайте болеем для наших россия вперед чикаго переезд чикаго как ты там оказалась ты же понимаешь к чему плавно я турист приехала посмотреть город нет начали встречаться с артемием и в итоге он пригласил не переехать с ним причем он как-то это все дело и получилось и я собрала вещи и мы поехали я причем как бы не думая там о том что мне нужно бросать работу и так далее у меня учеба была уже экстерном в тот момент я занималась в интернете не ничего было терять эти ну ладно поехали все и мы поехали в чикаго жить но ты понимаешь что у темы есть свои версии как вы познакомились мы хочу от тебя отверстишь как мы познакомились мы познакомились на чемпионате мира в чехии и как это было мы папа говорит знакомься от артемий замечательно олег валерьевич видова к вашему знакомству да то есть как бы во всем обвините его и потом уже в итоге артемий приезжает в ниццу думая что я там нахожусь постоянно на шезлонге а там были только мои родители них просто квартира и они там и живут летом и моя мама звонит не мечем что мне кажется ребята как бы не на нас посмотреть приехали естественно реакция родителей узнал самый последний самый-самый последний папа узнал после всех кто видел это по телевидению или там какой-то в интернете или где это было папа узнал последний я мы уже собирались тема поехать в италию отдыхать и он не знал по мне знал него жалко так было я ему звоню и группа тому типа чем-то завтра занимаешься игры ну я завтра я выезжал он куда в италию а с кем с артемий эти перезвоню и на два часа исчезает вот в то время артемий играл папа сборной да какие-то подколы были там вот я не знаю насчет этого но вот на уже на кубке мира когда мы уже поехали в торонто вместе тогда уже были да тогда уже все прикалывались а папа делал вид что ничего не происходит и очень неестественно себя вел потому что так мы всегда прикалывался над ним а тут он как бы тебе делать что нет вообще кто такой я тебе не знаю и он обходил его стороной вообще то есть как бы это было очень неловко но сейчас у них уже прямо они вот это вот идеальные отношения между папой артемием они обожают друг друга папа помогает звонить тема ему звонит помогает тема пара народа называют но не при мне ну конечно люди как могут называть как хотят мне как-то на артемий как-то мне душевный папа считается очень суровым злым мужчина на самом деле он очень добрый и милый это может быть он конечно всеми я рада конечно что его побаиваются немножко можно только впечатление складывать это хорошо можно как настоящего музык суровый но в семье он очень добрый милый хорошенький ты знаешь как зарабатывать нет честно говоря нет я знаю что мы подписали контракт когда в чикаго были по моему на 6 миллионов по моему все-таки да но я не уверен то есть как бы сейчас я буду знать уже точно потому что но я не интересовалась этим это в интернете везде написано в нхл это как бы не не закрытая информация но я не знала подписаны тут не было это главное то что подписывали когда в чикаго это было вообще другие там главный приоритет был мы просто хотели остаться в чикаго а в итоге как получилось интересненько а вы еще не являетесь законными супругами это конечно ваша личная жизнь когда это состоится каблучок для артемий или нет кто первый сделать предложение артемий узнаем чуть позже через какое-то количество времени сейчас тема деньгами помогает такой уральского характера у нас общий бюджет да но не так чтобы он как бы мы не швыряемся деньгами мы у нас немножко по-другому отношения вообще построена вокруг денег то есть мы хотим жить хорошо всегда они сейчас данный момент поэтому могу понимаем что где-то нужно экономить где-то нужно получать кайф от вещей которых ты покупаешь и кайфовать от них они покупать следующую вещь уже и так дофига и больше поэтому нужно как для себе деньги это важно жизни вообще они дают очень много комфорта но это не самое главное самое главное чтобы были все здоровы а жизненная философия какой вопрос в лоб просто быть счастливой стас ярушин алиса знарок все пока пока